МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в 2-й Нижегородской области познакомился с научно-технологической базой Национального центра физики и математики. Встретился со студентами филиала МГУ имени Ломоносова, а также провел совещание о перспективах развития центра. В рамках визита было запланировано общение зампреда Сабеза со студентами. И общение не протокольное, живое. Эти молодые ученые в числе 50 магистров первого потока студентов Саровского филиала МГУ. Он был открыт 1 сентября 2021 года. И их амбициозные научные исследования подтверждают. За ними будущее российской науки. Дмитрий Медведев подчеркивает, необходимо ускорить развитие прикладной науки, которая нацелена на конкретные результаты в самой короткой перспективе. Это будет способствовать и главной задаче, которая стоит перед регионами – импортозамещению. И обучение здесь, в Сарове, позволяет талантливым и перспективным ребятам, опять же, в самые короткие сроки теорию притворить в практику. Большие преимущества. Во-первых, мы проходим практику в ядерном центре РФИАЦ МНЕФ. Это такая, безусловно, практика, когда ты можешь свои знания в математике применить на практике. И тут цитата «импортозамещение» для нас имеет ключевое значение. Нам нужно использовать свои оригинальные технологии, дать импульс развитию российских производств и, конечно, продолжать сотрудничество с теми партнерами, которые не поддаются давлению Запада. Идут своим путем и в науке, и в производстве, и в прикладной сфере. Мы выступаем за использование и атомной энергии в мирных созидательных целях и любых других современных технологий и решений. Потому как мы живем в мире инноваций, и наша задача добиться стабильного и уверенного прогресса в развитии страны и найти прорывные решения в наиболее важных отраслях. И здесь, кстати, те технологии, которые здесь создаются, тоже помогают не только обеспечивать безопасность нашей страны в узком смысле этого слова, но и поддерживать его благополучие, благополучие государства и благополучие граждан. И Нижегородская область, как один из ведущих научных центров страны, наглядно доказывает. Потенциал развития внушительный. Интерес к науке и будущей профессии закладывается с самого раннего возраста. В Кировском кванториуме прошел областной конкурс по робототехнике «Робо-Кидс». В соревнованиях приняли участие 72 ребенка в пяти возрастных категориях – от дошкольного возраста до шестого класса. Федор Старков и Тимофей Снигерев приехали из Кирова-Чепецка. Им досталось задание собрать сортировщика по цветам. Он должен, в принципе, что и рассказывать его название, он должен сортировать цвета, он должен определять цвет нужного блока и отвозить его в нужную ячейку. Сейчас он определил, что синий у нас располагается, есть всего четыре ячейки, он располагает первую, вторую, третью, четвертую. И он вводит на экран нужную цифру, которая будет отображать, какую ячейку он должен привезти. Робототехника – сложное направление. Его основу составляет конструирование. В первую очередь надо научиться собирать роботов. Второй этап – программирование. Робот – это не просто конструктор, который собирают. Это устройство, которое действует по определенной программе. Мы сначала должны были выехать из БАСы, пройти препятствия. Потом мы должны дойти до рабочей зоны, взять кубик, пройти коридор, лабиринт и доехать снова до базы. За это нам начислялись баллы за отдельные критерии оценивания. Самое сложное из этой работы – написать программу, потому что из-за программы очень многое зависит. Одна цифра, и может робот поехать в другую сторону. Помимо практического этапа, еще проходил теоретический, где ребята продемонстрировали свои знания по комплектации набора конструктора и умению читать программы. Я думаю, что очень важно для детей, чтобы они посмотрели на других детей, как они делают эти задания, чтобы педагоги смогли пообщаться между собой. И тоже обмен опытом своеобразным. Все роботы развивают мышление как техническое, так и аналитическое. Добавим, что победители получили дипломы и подарки. В девятый раз Саратовская область принимает участников спортивно-туристского лагеря «Туриада». В соревнованиях участвует около 700 спортсменов из всех регионов Приволжского федерального округа. Яркий спортивный фестиваль открылся незабываемым шоу. Девиз «Туриады», как и ее прописка, вот уже 9 лет остаются неизменными. Держим курс на победу. На церемонию открытия приехали заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и в Рио-губернатора Саратовской области Роман Бусаргин. Они отметили целеустремленность и подготовку ребят. Ведь сюда, в Хвалынск, приехали лучшие из лучших со всех регионов Приволжья. От имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова от себя лично позвольте поприветствовать не только делегации Приволжского федерального округа, но и делегацию из Республики Узбекистан, которая любезно приняла наше приглашение участвовать в столь значимом для Приволжского федерального округа мероприятии в ежегодном туристко-спортивном лагере Туриада, который проходит на гостеприимной саратовской земле. И в этом году спортивно-туристский лагерь впервые получил статус международного. На Туриаду прибыла делегация из Узбекистана. Почетные гости пообщались и с саратовской командой, и в нашей сборной немало новичков. Но, несмотря на это, наши спортсмены заверили всех, что выступят достойно. Мы здесь собрались. Команда у нас с таким боевым настроем. Дружная, сплоченная, активная. Готовимся уже давно. В общем, я рада, что я здесь. Мы из года в год сюда приезжаем. Здесь огромный соревновательный дух. Он завораживает. Также душевная атмосфера. Бурлящие потоки, сплав против течения. Спорт для самых смелых и выносливых не упасть – то еще испытание. По обе стороны высокие берега, узкая глубина, несколько метров. Водный туризм – одна из самых сложных и зрелищных дисциплин. Для Даниила Ковешникова это уже третья Туриада. Он, как говорят тренеры, лидер и надежда нашей сборной. Хотя сам Данил скромничает и от разговоров о собственных медалях отмахивается. Главное, уверен спортсмен на Туриаде. Команда надеется выступить достойно. Ошибки в том, что ты чувствуешь себя слишком самоуверенным. Вода не прощает ошибок. Тебе нужно просто понимать, что ты не сможешь ничего поделать с течением. Тебе нужно просто под него подстраиваться. Если ты считаешь, что ты его сможешь победить, тебя перевернет. Поймать баланс и не потерять равновесие – еще полдела. Задача под бурным напором воды, который напоминает сплав по горной реке, пройти по маршруту максимально точно. В этом-то и вся сложность. Зигзаги, восьмерки, вариантов дистанции множество. И только одна попытка без права на ошибку. Главная база водных состязаний традиционно в Балакове. А вот столица Туриады – Хвалынск. Там выйдут на старт в основных дисциплинах. Это и веломаршруты, и туристические походы. В Мариэл определены победители регионального чемпионата «Обилимпикс», цель которого – помочь трудоустроиться людям с ограниченными возможностями здоровья. 32 победителя отправятся в Москву, где пройдет национальный этап чемпионата. Это кто у нас? Иванова. Второе место. Участник со стажем говорит про себя Татьяна Иванова. Татьяна Иванова приезжает на чемпионат уже в пятый раз. Живет в Куженере в доме-интернате. Свободное время, а его, признается, хватает, посвящает творчеству. Сама освоила вязание крючком, училась в интернете. Коллекция – это мочалки, что-то простенькие, цветы вязанные. Салфеток начинала. Вязание крючком – одно из 25 конкурсных направлений, или, как принято здесь говорить, компетенций. В этом году в чемпионате диапазон профессий, в которых люди с инвалидностью могут продемонстрировать свои возможности, расширен. Это резьба по дереву, ремонт обуви, флористика, столярное дело, а также ландшафтный дизайн и швейное дело. В этом году 160 мастеров принимают участие. Студенты, школьники и взрослые специалисты. Они с великой радостью, с большой радостью собрались сегодня и встретились, как со старыми знакомыми. Потому что они очень соскучились по общению. И в этом году они очень рады были видеть друг друга. Иван Матвеев участвует в чемпионате тоже не в первый раз. В 2013 году окончил техникум по специальности оператор ЭВМ. Теперь с компьютером практически на «ты». Соревнуется в компетенции обработка текста. За два часа нужно успеть набрать и отредактировать его. Но главное, признается Иван, не победа. Людям надо общение каждому. Независимо от того, это человек с инвалидностью или это человек без инвалидности. Каждому из нас нужно общение и поддержка. В соседней аудитории собрались резчики по дереву. За четыре часа им нужно создать вот такой орнамент. Ребята должны самостоятельно подобрать фон, перевести через копировальную бумагу рисунок и вырезать. Наблюдают опытные эксперты. Работа средней сложности, скажем так, доступная для многих резчиков, которые учатся у нас с техниками. Поэтому считаю, что все должны справиться. Участники продолжат борьбу в компетенциях кирпичная кладка, малярное дело, ландшафтный дизайн и некоторых других. Десятые юбилейные соревнования по мотокроссу прошли в Пензенской области. Второй этап Кубка России, а также финал чемпионата и первенства Приволжского федерального округа состоялись на мототрассе в Беково. Самый многочисленный старт соревнований класс. Мотоциклы с объемом двигателя 125 кубических сантиметров. Одновременно стартует 48 спортсменов, поэтому выехать, как говорят мотоциклисты, довольно сложно. Сразу пять участников соревнований вылетели из седла, но это не значит, что для них все закончено. Трасса полна неожиданностей, и даже у аутсайдеров остается шанс на победу. Трасса стандартная, 2 километра, она лицензированная. У нас лицензия идет от 1,5 километра до 2. Вот она именно самая. Почему здесь можно допускать именно такое количество гонщиков? Важны не только мощь двигателей, техническое состояние мотоцикла, но и умение гонщика. Зарегистрировано 179 спортсменов из 55 населенных пунктов России и ближнего зарубежья. Артем Сазановец приехал из дружественной Беларуси. Для него мотогонки – это семейная традиция и настоящая профессия. У меня дедушка, призер чемпионата СССР, затем дядя мой занимался чемпионом России. Ну и теперь я, поддерживаем династию, и мы этим живем. Поэтому я здесь, на этой трассе впервые. И трасса очень классная на европейском уровне, очень тяжелая. К ней нужно быть готовым. Два километра, 15 трамплинов и первый серьезный класс – это машины с двигателем 65 кубических сантиметров. Здесь есть свои фавориты. Иван Драгов из Нижнего Новгорода уверенно обошел конкурентов и финишировал первым. Как говорит гонщик, которому всего 10 лет, он уже вырос из этого класса мотоциклов, и ему пора пересаживаться на более мощную машину. Выиграл старт. Ну как выиграл? Выехал вторым из него и объехал. Спокойно ехал. Ехал, 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 а потом все. В Пензе на Бековском мотодроме подобные заезды проводятся уже 10 лет подряд. Под патронажем региональной федерации мотоспорта и правительства Пензенской области. Квалификационные контрольные заезды прошли восьми классах машин. Третий и четвертый этапы Кубка России по мотокроссу пройдут в Курске и Каменск-Уральском. В окрестностях Кудымкор идет короткий период сбора пистиков. Так называют молодые побеги хвоща полевого. В пистике важная часть национальной кухни коми-пермяков. Они не зелененькие, это наоборот розовенькие, как порощадки. Как истинная комь-пермячка Римма Калинина из Кудымкора в сборе пистиков знают толк. Охотно делятся и секретами их приготовления. Пригодны для еды лишь молодые побеги хвоща полевого длиной до 8 сантиметров. Вот они такие хребткие, хрустящие. Короткий пистиковый сезон в Кудымкорском округе запоздал. Погоде не прикажешь. Зато витаминный урожай большой, чистить успевай. Убрать светло-бурые чешуйки нужно за сутки, пока колосок не распушился и пистик не размяк. У пистика нога обязательно надо вот с этой штучкой, тогда пирожки сочнее. Головы и ножки по сочности уравновешивают друг друга. Для превосходного, похожего на мясо, вкуса своих фирменных беляшей, хозяйка обязательно слегка рубит мытые пистики в корыте. Через мясорубку я считаю, что это в щилос превращается. Огорчинку из хвоща гонят две минуты бланшировки в подсоленной воде. Пистики тушат минут пять со сливочным маслом и парой яиц. Пока станет фарш, пара пресного теста. Помягче пельменного с возможностью заморозки. Твердый сыр придает массе эластичность и смак. Соду на кефир, соль по вкусу и муку. Яйцо сюда не идет. Сметану кладет в холодную начинку, чтобы не растекалось. Тесто отдохнуло. Можно скать тонкие сочни, ловко защипывать одним движением руки и жарить треугольнички. Они на сковородку шесть штук влезают. Это коэффициент полезного действия. Меньше жир пригорает. Приготовить 30 беляшей за треть часа не вопрос. Одновременно хозяйка успевает и суп сделать. Плавленный сырок. Все, что нужно, добавить к сваренным за 10 минут рубленным пистикам. Перемолоть пюре, добавить зелени и гренок. Блендер есть, микроволновка есть. Сейчас уже больше стараются. И соусы всякие делать. И эти суфле. Пельмени делаем. Запеканки. Дочишу все вот эти пистики. Бланширую, тужаю и все замораживаем. Сезон сбора завершится на днях. Но круглый год будут на столе различные блюда из пистиков. Самобытная кухня очень пластична. Вы смотрели программу Весепривозского федерального округа. Сезон сбора завершится на днях. Сезон сбора завершится на днях.